Абсолютно без обработки всякой. Чистый кадр. Исходник стопроцентный. Но это не значит, что Николай Викторов презирает фотошоп. Наоборот, цифровой мир увлек признанного мастера фотоискусства. Цифровое изображение не может существовать без обработки. А коли начал обрабатывать, да бесит совершенство, говорит художник. Фотография умерла. Умерла примерно так. Ну, последний альбом у меня есть. Так, где-то в 89-м году, в 89-м, в 90-м году прошлого века она уже все, начала умирать. То, чем Викторов и все остальные занимаются сейчас. Цифровая графика – это совсем другое искусство, говорит мастер. Я затрудняюсь сказать, что для меня интереснее. Снимать композицию какую-то непосредственно или потом уже обрабатывать ее. Работа Викторова – настоящий конструктор. Слоев, теней, света, видимых и невидимых объектов. Все это, разумеется, мощнейшая техника. Для каждой работы мастер выдумывает новые приемы. Однако для зрителя все это не столь важно. Фотографии резонируют, вызывают эмоции, заставляют думать. А мне интересно, чтобы цветочки были вялые. Я никогда на клумбах цветы не фотографирую. Никогда. А потому, что все в нашей жизни бренно, нужно беречь окружающий мир, говорит мастер. Философия Викторова полна жизни, несмотря на увядающие цветы и тающий лед в объективе. Я не общаюсь с фотографами, мне они неинтересны. Почему? А у них просто потому, что фотография – это бизнес. Не творчество, не искусство, а чистый бизнес. Мои работы никому не нужны, абсолютно серьезно, заверяет Николай Викторов. При этом наша съемочная группа приехала к мастеру сразу после коллег с другого телеканала. Вчера были еще одни телевизионщики, а в жизни череповецкого фотохудожника было огромное количество конкурсов, выставок, в том числе и в других странах. Не так давно приглашали выставляться в Германии, но Викторов отказался. На это нужны деньги. При этом идеи, а главное желание у художника хоть и добавляй, как бы банально это ни звучало. Вот у меня такая была задумка. Каждый день делать по снимку с календарным листком. И 365 работ было. И 4 тома там по времени года. Грандиозная работа. Грандиознейшая. А у меня почти готово. Осталось только отпечатать и все. В стенах Верещагинской библиотеки выставку с большой любовью организовали специально перед днем рождения легендарного череповецкого фотохудожника. Кстати, новый выставочный год Верещагинги будет насыщен фотопроектами. В рамках перекрестного года России, культуры России и Японии в библиотеке состоится выставка, где будут представлены фотографии из села Аинакура из Японии. Это село примечательно тем, что там достаточно необычная архитектура деревенских этих домов. Свои работы покажет и даже проведет лекции Наталья Ушакова. Потом выставочное пространство в библиотеке займет фотохудожник Ольга Лапшина. Ну и разумеется, в 2019 году будет и живопись, и графика. Верещагингу уже по праву можно считать полноценным выставочным залом в Череповце. Вера Кучеренко, Сергей Павлов, Новости.